Сегодня в Альфа-Арабийском суде Шимкента закончилось слушание по резонансному коррупционному делу. Вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя начальника департамента по оплате медицинских услуг Биби Колыбековой и начальника отдела данного департамента Олжаса Жумакова. Чиновники были признаны виновными в получении взяток и приговорены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. В Альфа-Арабийском районном суде оглашен приговор в отношении коррумпированных чиновников департамента по оплате медицинских услуг Биби Колыбековой и Олжаса Жумакова. Напомним, 17 июля их задержали в собственных кабинетах. Как сообщил заместитель руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции, подозреваемых обвиняли в системных поборах с бухгалтеров под отчетных медучреждений. Всего же в деле фигурировала сумма 12 тысяч долларов США. Представители больниц и поликлиник за покровительство перед проверяющими и контролирующими органами каждый раз сдавали по 20-30 тысяч тенге для успешной сдачи отчетности в Комитет оплаты медицинских услуг. По первому эпизоду, согласно которому они обе вместе получали под предлогом того, что едут для сдачи отчета в Астану и звонили в эти медучреждения и заувалированно говорили 10 километров, 20 километров, 30 километров, имея в виду, что эти километры подразумевали денежные средства. Они приносили их, давали им для покровительства. Судом признано, что их отчеты без проблем будут проходить ежемесячные отчеты. В ходе следствия руководитель департамента добровольно выдала 793 тысячи тенге и 1000 долларов США, пояснив, что 793 тысячи тенге получены ею от руководителя отдела Джумакова и 1000 долларов США от заместителя директора одного из медицинских ТО. Сам Джумаков сообщил следствию, что он лично собрал 67 подотчетных медицинских организаций от 10 до 30 тысяч тенге с каждого. В общей сумме 993 тысячи тенге за сдачу полугодовой отчетности комитету оплаты медицинских услуг. Однако из собранных денег передал заместителю департамента Колыбековой 793 тысячи тенге, а остальные 200 тысяч потратил на свои нужды. Второй случай, который заместитель начальника департамента, по оплате медицинских услуг, у них находился по проверке ревизор, якобы он требовал денежные средства для того, чтобы акт проверки написать в соответствующем должном уровне, и заместитель начальника департамента давал поручение, чтобы все медицинские учреждения, находящиеся, расположенные на территории области, приносили больницы по 1000 долларов, а поликлиник по 500 долларов. И эти денежные средства она брала себе, но судья показала, что эти денежные средства намеревались передавать ревизору. В отношении ревизора органы предварительного следствия прекратили уголовное преследование за недоказанностью. Тарас Луценко, специально для ТВК.